Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книга Левит 21.21, мы зададимся вопросом, может ли священник иметь физические дефекты. И мы читаем книгу Левит 21 глава 21 стих. «Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу, недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». То есть в Ветхозаветные времена многие правила и запреты, как пишет апостол Павел, они больше относились к телу, чем нежели к душе. В христианстве дефектом, который может быть препятствовать для совершения служения священника, может являться только нравственный дефект. И об этом мы читаем вместе с вами. Это послание апостола Павла к Тимофею, первое послание, третья глава, с первого по двенадцатый стих. Давайте внимательно вчитаемся в эти слова. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Ну, немножко непонятно, почему так сказано. Потому что епископ был первый кандидат на мученичество. Когда начинались ранения, первого хватали епископа. Таким образом, эти слова можно понять так. «Верно слово, если кто мученичество желает, доброго дела желает». А не в том смысле, как сейчас люди это понимают, что человек может стремиться к привилегиям епископского положения. Конечно, это не так. Далее. «Но епископ должен быть непорочен одной жены, муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биться». Бица – это человек, который дерется. «Не сварлив, не корыстолюбив, но тих, меролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий послушание, со всякой честностью». «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись, то есть заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Потому что дьявол первый, кто возгордился. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, то есть от мирских людей, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». «И таких надо бы напрежде испытывать, потом, если беспорочны, допускают дослужение. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Таким образом, мы видим, что в христианстве речь идет о дефектах нравственных и моральных. Вот этому придается значение. Не так давно я участвовал в передаче, которая называется «Серафим». Ведущий этой передачи – это в Ютубе видеопередача «Серафим». Он организует встречи. И вот была моя встреча с еврейским Равином. И в окончании этой встречи Серафим задал вопрос сначала Равину. Он спросил его, «Как вы отнесетесь, если к вам придет молодой человек, и он скажет, что он интересуется верой, и что вы будете предпринимать?» И Равин сказал, «Я сначала буду выяснять, была ли его мама еврейкой. Потом, если я выясню, что мама его не была еврейкой, я отговорю его приходить к нам». Ну, приблизительно где-то так он ответил. И когда ведущий Серафим задал такой же вопрос мне, я сказал, «Мне вообще неинтересно знать, какой нации человек. Я считаю, что это какой-то шовинизм такой религиозный будет, национализм в религиозной оберке. Мне неинтересно, кто у него мама, бабушка по маме, бабушка по бабушке и так далее. Достаточно видеть поиск человека, его стремление к истине. Потому что если истина – это истина, то она для всех. Ибо ни один народ, ни одно племя не может иметь монополию на истину. Это был бы очень узкий такой общинно-племенной взгляд на истину, который принадлежал бы только одному какому-то народу. И такое отношение с точки зрения христианства, оно не совсем верное. Так и когда мы говорим о дефектах, мне известны были священники, у которых у одного там не было двух ног, у другого там одной ноги не было. Однако, используя протезы, они совершали свое служение. Главное – это нравственные качества людей. Не нация человека, что это за нацизм, а его желание приблизиться к Богу. А само это желание, оно заложено в каждого человека, на чем настаивает блаженный Августин. И душа человека, она алчится и жаждет общения с Богом. И не находя, она тоскует и переживает. Поэтому христианское отношение, оно более человеческое, более духовное, чем плотское. И в этом великая заслуга нашей веры, благодаря тому учению Христа, которое, восприняв, мы не делим уже людей на своих чужих, а мы относимся к человеку, к каждому человеку, как к личности, которая нуждается в спасении. И Христос, призывая людей ко спасению, Он говорил, придите ко мне все, труждающиеся, примененные. Он не создавал какой-то элитарный, замкнутый сам на себя круг. Будем дорожить преимуществами нашей веры и помнить о них. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один из трудных мест вопросов Священного Писания. Если Богом живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...